Физкуль привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Сегодня снимали тренировку Татьяны, остается 10 дней до выхода на сцену. Это была последняя тренировка на ноги перед выходом на сцену, заключительная. Дальше мы будем тренировать только вверх. Кто не знает, объясню, когда вы тренируетесь, хотим мы того или нет. Мышцы задерживают воду, ноги нам нужно, чтобы были сухими, максимально сухими. Мы не будем играть с водой, как это принято. Мы оставим все как есть, поэтому прекращаем тренировку ног, как в принципе делают все профессионалы. Вода сойдет, будет хороший рельеф, пресс у Татьяны уже идеальный, спинка хорошая. Оставим тренировки наверх тела в силовом режиме. Извините, я действительно снимал в инстаграм, в прямом эфире вышла часовая тренировка и больше. Но инстаграм, к сожалению, огрубил трансляцию. Я нажал сохранить, не по понятным мне причинам трансляция была не сохранена. Увидите только концовку тренировки. Мы сделали с Таней экстензии тяжелые, как вы знаете всегда, естественно, после разминки. Сделали выбегание. После этого Таня поприседала 3 тяжелых подхода на 5 повторений, хороших глубоких приседаний. Затем были тяжелые выпады в ходьбе, 5 подходов. После этого была тяжелая румынская тяга на 6-8 повторений. И завершила все работа над бицепсом бедра в тренажерах по 2-3 подхода по 15 раз. В лежачем, в тренажере сгибания одной ноги стоя и в сидячем тренажере. Таня уже в отличной форме. Она будет выступать в двух категориях. Для новичков, где только новички, те, кто никогда не рады, чтобы не выступал. И попробуем тоже выступить в категории, где уже люди с опытом. Я уверен, что мы очень хорошо проявим себя. Таня хорошо выступит на соревнованиях. Для новичков по-любому. Тройка должна быть. И поборемся, конечно, за призовые места среди тех, кто уже имеет опыт. Повторяю, Танины первые соревнования. Мы решили выступить сразу на очень серьезном крупном турнире. Не на каком-то там городском, деревенском уровне. Это неинтересно. На самом деле, если вы в хорошей форме хотите себя хорошо чувствовать, не нужно слушать кого-то, что нужно попробовать с маленьких, набраться опытом. Нет, друзья, сразу бросайтесь в голову. Мой вам совет. Я сразу выступал сам тоже на областных соревнованиях. И юниорах занял второе место. И пошел мужиков по области, занял третье место. При этом я еще не принимал никакую фармакологию. И было всего два года стажа тренинга. Поэтому, для чего это все придумано? Придумано это все для того, чтобы развивать городские соревнования, областные соревнования. Но если они неинтересны, если туда приходят 3-4 человека, нет смысла выступать в таких соревнованиях. Это мое личное мнение. Оно может быть ошибочным. Но все мои ученики, кто хочет выступать, естественно, слушают меня как тренера. Надеюсь, друзья, вам интересны наши видео. К сожалению, и прямой эфир не сохранился. Но даже если бы он сохранился, все ваши вопросы, которые вы задавали в течение прямого эфира, в инстаграм, естественно, не сохранились бы. И оставляйте под этим видео все, что вы хотели узнать по подготовке Танина, либо о других вопросах. Мы на все отвечаем, как вы знаете. И после соревнований сделаем с Таней очередное видео для вас. Всем удачи, будьте в форме. Желаю вам хорошего мяса, сухого. Кстати, мне сегодня померили жировую прослойку. На мне сейчас при моей форме 16,3% жира. Надо доводить до 10. Удачи, друзья. Увидимся в следующий раз. Всем пока. К сожалению, час закончился, обрубилось у нас видео. И почему-то не сохранилось. К сожалению. К нашим печали. Загрузилось видео, но не сохранилось. Вернее, не сохранилось. И трансляция в инстаграме была прекращена, потому что больше часа не дает снимать. Но самое печальное, что видео не сохранилось. Как тяжело мы пахали. Обидно. Но это больше... Результат остался. Но все, кто посмотрел там 500 человек, получили удовольствие, надеюсь. Но ничего страшного. Заходите на мой канал, заходите на канал Тани. Вы все увидите. Самое главное, конечно, будет на сцене. Все наши труды. В первую очередь, конечно, Танины. Вы сможете уже оценить, заценить. Да хотел вот сделать сначала в инстаграм. Вроде получалось у меня сохранять. Но, к сожалению, не получилось. Может быть, да. Нажал сохранить, не сохранилось видео. В следующий раз придется делать сразу с выходом на YouTube. Либо записывать, потом выкладывать. Так что, извиняйте. Завершим тренировку. Напомню, мы сделали экстензии тяжелые. Затем были выбегания. Потом приседания на 5-6 повторов. 5 подходов тяжелых выпадов в ходьбе. После были румынские тяги на 8-6 повторений. И сгибания в тренажерах. Сгибания лежа. Вот. Стоя одной ногой. И сейчас закончим сгибаниями сидя. Закончилось здесь, да? Ну, оставляй. Пошли. А. Одну только сделала. Да. Друзья, я всем отвечаю. Просто очень многие пишут. Если не отвечаю, дождитесь. Наберитесь немножко терпения. Отвечаю на комментарии. Особенно тем, кто мне в личку пишет. Вконтакте. Ну что, двигаемся дальше. Завершим нашу тренировку. Это, повторяю, заключительная тренировка. Ага. Заключительная тренировка Тани на ноги. Уже перед соревнованиями. Больше не будет. Будем тренировать только вверх. Чтобы максимально просушились ноги. Ушла вода. Жаль, не сохранилось часовое видео. Но в следующий раз будем умнее. И вот здесь надо сделать два подходика по 15 повторений с паузой. с хорошей паузой, чтобы прожать, прочувствовать именно бицепс и бедра. Или дальше еще? Нет. Хороший тренажер настраивается под любого роста человека. И здесь вы даже если захотите, сочкануть у вас не получится. Целиком и полностью нагрузка уходит именно в бицепс бедра. Снимали мы, друзья, для вас эту тренировку. Но, к сожалению, основная часть инстаграма мне сохранилась. Сбой, что ли, какой-то произошел. Жаль. Но ничего. На Танином канале, на моем канале много тренировок. Заходите, смотрите. Читайте на моем сайте статьи. Группы ВКонтакте у нас есть, и у меня, и у Татьяны. Так что все, что вам нужно, вы найдете. Повторяю, форму, которую сделала Таня, мы сделали без кардио. И не тренировали целенаправленно пресс. Но все удивительно есть. И пресс, и рельеф. Но самое главное, благодаря тому, что мы не делали это вредное классическое кардио, мы сохранили максимально мышечную массу. При том, что избавились максимально от подкожного жира. Может быть, просто причина в том, что нет осложнения, кто-то податливает? Ну, конечно, кто-то более предрасположен. Но все равно, Тань, ты знаешь, если не строго за собой не следить, ничего не будет. Просто вот интересно, если бы четко, такое же, абсолютно все такое же было бы. Ну, результат был бы по-любому. А вот насколько он был бы серьезным или несерьезным, конечно, зависит от генетики. Но все на генетику не нужно списывать. Потому что мощный тренинг, хорошее питание, режим и самодисциплина делают чудеса. И, к сожалению, в нашем мире так, кто одарен генетикой, тот ничего не делает. Поэтому, даже если ты генетически не предрасположен к чему-то, но у тебя железная воля, самодисциплина, ты всегда добьешься большего, чем человек с хорошей генетикой, но с отсутствием дисциплины, без режима дня, режима тренинга, при отвратительном питании. А так, к сожалению, почему-то и бывает. Ну что, можно сказать, что все. Нам осталось сделать 4 подходика по 15 раз нелюбимых тобой гиперэкстензий. Закачаем еще кровь и в попу. Ну и снимем нагрузку с поясничного отдела позвоночника. Потому что сегодня было очень много нагрузки компрессионной. И выпады, и приседы, и румынка. Поэтому давай сделаешь гиперэкстензии. В станке для экстензий, помнишь, мы ноги когда поднимаем? Не-не-не. Обязательно делайте, друзья, гиперэкстензии в конце каждой вашей тренировки. Ваша спина, ваши ягодицы скажут вам спасибо. По-любому. Это единственное упражнение, декомпрессионно воздействующее на ваши мышцы. Точнее, на ваши позвонки. Ну что, друзья, будем прощаться. К сожалению, основная часть видео не была сохранена. Все претензии к инстаграм. В следующий раз будем умнее. Будем сразу выкладывать в ютюб. Либо снимать в записи и выкладывать потом тоже в ютюб. Ну что, будем с вами прощаться. Ждите. Ставьте лайки обязательно. И болейте за Таню. Тренируйтесь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok